Приветствую вас! Вы знаете, не очень понятно, не очень понятно, в чем вам нужна помощь от нас, то есть в какой конкретно помощи вы хотите, что вам нужно. Потому что ваш вопрос, который вы задаете, он звучит следующим образом. Назло ли мне делает этот мужчина, ну, назло ли мой мужчина делает такие вещи или нет? То есть, назло ли он поступает вот так? Назло ли? Назло ли он поступает вот так? Понимаете, мне видится это не совсем корректно, потому что вы пытаетесь понять его, ну, мужчину пытаетесь понять. Вот. А в действительности, на самом деле, вам нужно постараться понять себя. Вы пишите, что он, вы написали ему только тогда, когда он там ставил лайк девушке, к которой вы ревнуете. В этом смысле, мужчина пытается, судя по всему, привлечь важное внимание к себе. Но, больший вопрос вызывает то, почему вы ревнуете и на чем основывается ваша ревность. Ведь если вы любите человека, то вы хотите, чтобы он был счастлив. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, то чтобы он сделал, ну, за исключением прямого вреда вам, вы поддержите и примите. А ведь получается, что вы ревнуете. То есть ревность это, с одной стороны, страх, одиночество, с другой стороны, сравнение себя с другими людьми. И, значит, с третьей стороны, это нереализованность. То есть, ну, вы сами вот нереализованы. И в каком смысле у вас нет глобального жизненного смысла, глобальные цели не наблюдаются. Вот. И последнее, это, скажем так, такое не очень позитивное отношение к сексу в целом. Вот. То есть, нужно работать с причинами ревности. Страх одиночества, это непереносимость себя, да, то есть, вы, ну, не переносите себя. Вам тяжело наедине, ну, наедине с собой находиться, например. Вот. Такая вот история. Такой, такой момент, ну, и так далее. Вот. Это то, на все нужно обратить внимание, по факту. Понимаете? Но вы вместо этого пытаетесь понять, что происходит у молодого человека, что происходит с молодым человеком, вместо того, чтобы разобраться в себе. Потому, мне кажется, что внимание обратить нужно именно на себя, на то, что происходит с вами, на то, что происходит у вас, на свои переживания, на свои чувства, на то, что вы хотите для себя, для него. Вот. И, скорее всего, уже корректировать свое поведение. Вот. Что касается глобально ваших отношений, то здесь мне видится ситуация такой, что мужчина, не уверен в себе, так же, как и вы, и он, условно говоря, доставая с вами, боится, боится, что в его отсутствие вы будете перчатывать к каким-то еще, и намеренно толкает вас, вот к тому, с чем он боится, чтобы подтвердить в себе свою позицию, свою вот такую вот экзистенциальную позицию относительно ваших отношений в общем и вас в частности. Как бы это неприятно не звучало, опять же. Вот. В целом, к этому надо бы относиться спокойно, и вы бы могли относиться к этому спокойно, если бы не вот те проблемы, на которые я указал. Возможно, есть и другие проблемы, но в целом, в целом здесь вот все может сводиться вот к таким аспектам. Вот в принципе все, и поэтому, на мой взгляд, очень важно выяснить, что именно вы хотите, в чем именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. На мой взгляд, это очень важно, потому что понять, что происходит, например, в голове вашего молодого человека, мы не сможем, потому что мы психологи и работаем над вами. Вот. Определить ваши проблемы можно будет точно только в рамках индивидуальной беседы с вами, индивидуальной работы. И там же будут выработаны рекомендации и стратегия по разрешению ваших проблем. Так что более четко, четко сформулируйте запрос к психологу, вот, то есть что вы хотите, и уже исходя из этого будем набрить на возможности. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите, в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.